Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот буквально недавно вышла игра Street of Rage 4 часть. И я, в свою очередь, решил по этой линейке снять эволюцию. Ну, показать, как эта серия менялась во времени. Потому что современные, или же, давайте скажем, новые геймеры, которые попали, допустим, на 4 часть, будут интересоваться, а какие были предыдущие. И явно для них, вполне возможно, может быть удивлением, что предыдущие игры были прям-таки из 90-х годов. Так что для кого-то этот ролик будет ностальгическим, ну а для кого-то информационно-познавательным. Ну и если вы попали на него целенаправленно, очень надеюсь, что время вы проведете не зря. Также сообщу, что этот ролик не единственный. У меня на канале по эволюциям игр количество этих роликов уже близится к сотне. Если что, у меня имеется отдельный плейлист. Ну и ссылку на этот плейлист я помещу в описании под этим видео. Можете перейти, ну и посмотреть, как различные игры менялись во времени. Если, конечно, интересно. Но пока давайте посмотрим на Street of Rage. Итак, первая игра вышла в 1991 году. И выходила она на 16-битную консоль. Это Sega Mega Drive. И на свое время это прям-таки была шедевральная игра. Вот чтоб вы понимали. Возьмите любой жанр. Ну и среди современных игр выберите какую-нибудь одну или несколько игр. Ну и расставьте их по местам. Первое, второе, третье место. Ну и эти игры для вас будут лучшими в этом жанре. Так вот, свое время. Первая часть Street of Rage была, если не на первом месте, то как минимум на втором или на третьем среди своего жанра. А представляла она жанр битэмап. А в этом жанре все предельно и просто. То есть мы прямолинейно идем из начальной точки в конечную точку. И на протяжении всей этой дистанции на нас прут противники. Что спереди, что сзади. Ну а мы их, естественно, голыми руками начинаем уничтожать. В первой игре нам было доступно три персонажа. Кроме разницы в поле, у них, естественно, отличались и характеристики. Кто-то был быстрее, кто-то был сильнее. Кроме того, так как были еще разные персонажи, у каждого были свои уникальные атаки. Именно по исполнению, а не по типу. А так, по сути, это были прямые атаки, удары в прыжке, захваты, броски. И чугарки могли атаковать различными оружиями, которые они выбивали или из противников, ну или просто подбирали с земли. Противников, в принципе, тоже было немаленькое количество. Одно, но они все были однообразными. Ну то есть, допустим, имеется 10 вариантов противников, и у этой каждой группы имеются одинаковые атаки. Ну и когда уже в игру играешь второй раз, третий раз, четвертый раз, ты, в принципе, абсолютно всех этих противников начинаешь знать наизусть, как они работают и что они могут. Но, по сути, в этом и заключались эти старые игры. Их проходил второй раз, третий раз, тысячный раз. И при этом игры не надоедали и доставляли удовольствие. А что касается сюжета, то мы здесь противостояли так называемому преступному синдикату, который возглавлял Мистер Икс. Этот синдикат поднял под себя все инфраструктуры, ну и задача наших героев, это было, естественно, этот синдикат остановить, победив их лидера, Мистера Икс. При этом весь этот игровой процесс заключался на восьми уровнях. Вот такой вот была первая часть. Спустя год, в 92-м, выходит уже Стрит оф Рейдж 2. Кстати, что касается игровых событий, то события тоже происходят спустя год после завершения первой части. Когда этот бандитский синдикат был повержен, как и их глава Мистер Икс. Но у этого Мистера Икс получилось вернуться. Он похищает одного из действующих лиц первой части. Ну и задача наших героев, это освободить своего друга, как и окончательно победить этого Мистера Икс. Ну и как вы сами понимаете, мы одного героя теряем, но зато получаем еще двух новых дополнительных. То есть в этой игре у нас будет 4 персонажа на выбор. Опять-таки, они отличаются атаками, а также характеристиками. Ну то есть теми же скоростью и силой атаки. Но новый сюжет и новые персонажи, это не единственное отличие между первой и второй частью. Тут очень трудно не заметить разницу в графике. Может быть сейчас невооруженным глазом ее практически незаметно. Но на то время, игра еще в вторую часть, у игрока нет-нет да создавалось впечатление, что он играет в игру якобы на аркадных автоматах. То есть во второй части очень классно гармонировала картинка. То есть было позиционирование между тем местом, где находится игрок, а также декорациями, которые находились прямо-таки перед нашими глазами, ну или же, давайте скажем, на бэкграунде. То есть у нас нет-нет да получался такой объемный мир. У нас было как два старых героя, как два новых героя, а это значит, что присутствовали как старые знакомые атаки, так и новые атаки. Но это не все изменения. В игру еще добавили некоторую комбинацию атак. То есть нажимая определенную череду клавиш, мы могли прописывать уникальные приемы. Кроме того, как и в первой части, так и во второй части были еще и ультра-атаки. Но правда, на их применение игрок тратил здоровье. Но зато они причиняли неслабенький ущерб силам противника. Что же касается прохождения игры, то она тоже проходилась за 8 уровней. Где были, в принципе, знакомые по первой игре противники, как обычные противники, так и как знакомые, так и новые боссы. И что касается вот этих вот битв с боссами, то они в Street of Rage приносили максимальное удовольствие. Что в этой игре, что в предыдущей, что в последующих. Вспомните только сестер-близняшек из первой части. Ух, огонь! Ну, в общем, вот такая вот была вторая часть. Затем прошло два года, и уже в 94-м выходит Street of Rage третья часть. Здесь уже события игры проходят в мире научной фантастики. То есть от побежденного Мистер Икс остается только его мозг, но мозг действующий. И находясь в специальной капсуле, он продолжает функционировать. А самое главное, еще и раздавать приказы. Безусловно, последователи этого синдиката сохранились. Но и они эти указания начинают выполнять, создавая при этом различных роботов. Этим роботам они создают различную кожу, выдавая их за реально существующих людей. И здесь, по сути, мы опять противостоим этому синдикату. Что касается действующих лиц, то у нас тут вновь четыре персонажа. Но уже три знакомых по предыдущей игре. И один новый, такой техно-дедушка. Полукиборг-получелек. Что касается жанра, то это опять-таки битэмап, как предыдущие две игры. А это значит, что схожий игровой процесс. Что же касается самого этого процесса, то тут немножко подкорректировалось перемещение персонажа. Наши персонажи теперь научились бегать. Кроме забегов на любые дистанции, у них еще и появились новые приемы. То есть нажимая, допустим, обычную клавишу, мы увидели визуальную атаку. Ну а прожимая заданную комбинацию клавиш, эти атаки наносили и больше урона, ну и естественно, имели свое визуальное отображение. Никуда из игры не делись и ультра-атаки. Только если раньше на эту ультра-атаку тратилось здоровье, то здесь у нас был еще и выбор. Это тратить или же здоровье, или подождать заданный промежуток времени. Ну а за этот промежуток времени будет накапливаться шкала. И вот когда эта шкала заполняется полностью, загорается определенный сегмент, а это значит, что мы эту ультра-атаку можем проводить без затрат здоровья. Кроме того, у игры было еще и несколько концовок. Во-первых, эти концовки зависели еще и от сложности игры, а во-вторых, эти концовки еще зависели и от нашего выбора, ну или же от наших действий. То есть, допустим, если мы успеем спасти одного персонажа, концовка будет одна. Если не успеваем, концовка будет другая. В любом случае, на протяжении семи уровней мы опять работаем по прежней схеме. Молотим кучу противников на каждом уровне, но в конце уровня битва с боссом. Но в конце концов мы будем сражаться уже с роботизированным Мистером Икс. Такой вот была третья часть. В 2018 году выходит кросс-проект, это Sega Heroes. Это игра для мобильных телефонов. И в этой игре объединилось несколько вселенных. Допустим, Соника, Шиноби, ну и естественно Street of Rage. И что касается Street of Rage, то тут были знакомые персонажи по первым дрем играм. Но что касается жанра, то это обычная аркадная игра по принципу 3 в ряд. То есть, соединяем три фигуры одного цвета, а они исчезают, что дает возможность атаковать персонажу соответствующего цвета. При этом у этого персонажа будет заполняться так называемая шкала. И когда эта шкала достигает максимума, мы можем персонажам провести внеочередную уникальную атаку. Вот такой вот был кросс-проект с участием персонажей из Street of Rage. И вот уже в 2020 году, спустя 26 лет, после последней, третьей части, выходит уже Street of Rage 4. Ну и тут, сами понимаете, за такой огромный промежуток времени игропром шагнул очень-очень далеко. Что касается графики, то сейчас сделать эффектные игры не составляет никаких проблем. Ну, если есть ресурс. А напичкать хай-теком битымап игру, на которую требуется ресурса, не так много, я думаю, не составило бы проблем. Что и получилось. Игра выполнена очень-очень достойно, без лишней пёстрости. При этом абсолютно полностью сохранился весь игровой процесс, который был в предыдущих частях. Единственное, что неприятно, наши персонажи разучились бегать. А что касается этих наших персонажей, то тут остаётся только один персонаж, знакомый по предыдущим играм, это Аксель, ну а также три новых. То есть у нас четыре героя на выбор. Ну и различия между ними прежние. Это чисто характеристики. Что касается ударов и комбинаций, то они, в частности у Акселя, они знакомы по предыдущим играм. Только здесь им добавилось больше брутальности, больше эффектов. Как прямым атакам, так и ультра-атакам. Что касается ультра-атак, то они есть как прямые, так и выполняемые в прыжке. Но если по предыдущим играм на эти ультра-атаки мы тратили или здоровье, ну или ждали, пока заполнится определённая шкала, то здесь мы тратим тоже здоровье. Но это здоровье имеет буфер. И тут, когда этот буфер заполняется, есть два момента. Если мы впервые начнём атаковать противника и не будем получать урон, это здоровье будет восполняться до прежней величины. Ну а если мы получим урон от любого противника, то это здоровье уйдёт. Как то здоровье на величину буфера, так и на величину урона, который мы получим от противника. Ну и что касается игрового процесса, то как и в предыдущих играх, так и в этой игре, мы можем играть вдвоём. То есть вдвоём на одном устройстве. Но, как-никак, у нас 21 век. Это век онлайн. Ну и естественно, и здесь есть онлайн-режим. И это не просто онлайн-режим, где можно играть вдвоём, а тут кооператив насчитывает даже до 4 игроков. А это для фанатов битэмап-игр прям-таки огромная почва для разгула. То есть такой машиной из 4 персонажей можно выносить абсолютно любых противников и боссов. Что касается этих противников и боссов, то противники, знакомые по предыдущим играм, только они немножко перерисованы. Как их перемещение, так их атаки. Но по сюжету мы здесь противостоим опять-таки данному синдикату, но которому руководит уже не Мистер Икс, так как мы его за 3 игры всё-таки добили, а его дети. Это Миссис и Мистер Игрик. Что хочется в целом сказать по поводу этой игры. Как вы понимаете, это уже не ремейк. Эту игру реально можно назвать ремейком, просто разработчики пошли дальше. Они решили не переписывать события 1, 2 или 3 части, а сделать этот ремейк величайшей игры. Своего времени, естественно. И добавить нового сюжета. Так даже получилось гораздо лучше. Хотя сюжет в таких играх по сути не главный. Здесь важен сам игровой процесс. И даже если это был бы ремейк 1 части, 2 или 3, она всё равно заходила бы на ура. Ну и за такое, с моей точки зрения, разработчикам респект и уважуха. Ну и пока, на данный момент времени, на этой игре пока заканчивается история линейки игр Street of Rage. Что вы думаете о этой серии? Когда вы с ней познакомились? Начиная с 4 части или начиная с 1 части? Нравится вам эта игра? Не нравится? В общем, все ваши мысли пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Но играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.